Согласно астрономических данных То есть, видели Луну. Явная ложь. Почему я смело так говорю? Потому что требования шариата какие? Если же астрономические данные указывают о том, что невозможно ее видеть, и свидетели придут, хоть целый народ придет, что видели, не принимается. Потому что то, что в небе нет, человек скажет, я видел, это не принимается. А когда он в небе есть, возможность видения Луны есть, тогда, если приходят два человека, это для нас достаточно. Той вещи, которой нет в небе, если человек приходит, что я видел, это не принимается. Потому что это ложь. Астрономические данные не дают, не позволяют. Астрономия, нынешние времена, это уже точная математика, точная наука, как даже математика. Дважды, двадцать четыре мы знаем, пятую, оно никак не может быть. Вот до такой степени преуспела астрономия, наука, астрономия. Потому что век космос. И руководитель вообще наблюдений за Луной есть арабский ученый, наш современник, Мохаммад Шаукавюда. Вот посмотрите просто в интернет, что он разъясняет на сегодняшний день. Там разъясняется такое. Исламские государства берутся, говорит, чтобы следить за Луною именно в Рамазан месяц и Шавал месяц. Почему? Потому что очень важный месяц. Хоть даже если другие месяцы не наблюдают, этот месяц берутся. И происходит что? Есть, говорит, определенные государства, в котором, согласно шариату, они наблюдают. Если астрономические данные позволяют о том, что возможности следить в Луну, если свидетели приходят, они принимают. Это какие страны? Это Малайзия, он объясняет. Это Пакистан, Иран, Султан Атуаман и пятое государство Марокко, Магриб. Вот это пятое государство. Точно, четко придерживается вот этих правил. Правил шариата. Если же астрономические данные говорят, что есть возможность видеть, и приходят свидетели, принимают. Если астрономические данные говорят, что нет возможности, приходит свидетель, не принимается. Потому что то, что нет, невозможно видеть. А многие остальные исламские государства следуют за Саудовской Аравией. А в Саудовской Аравии что происходит, он разъясняет. И Орданская обсерватория специально изучила Саудовскую Аравию. Он вот так разъясняет. Это великий ученый, нынешний нас современник, астроном Алим. Он говорит, с 1954 года до 1998 года из 47 лет, 28 лет, говорит, Саудовская Аравия объявила о том, что увидели Луну, когда Луны вообще не было. Из-за чего? Из-за того, что он объясняет. Или же раньше Солнце она зашла, Луна. Или же до Новолуния они это сказали. Новолуния, как понимать? Вот, например, среди ночи, час ночи, например, Новолуния. Они вечером еще объявляют о том, что Луну увидели. И поэтому ее за основу брат до сих пор мы брали. Мы брали ее за основу. Когда выявлялась вот эта ложь, тогда не получается. Приходится к книгам обращаться.